В Петропавловске закрыли еще один провизорный стационар на базе областной многопрофильной больницы. Рассчитан он был на 400 коек. После проведения всех дезинфицирующих мероприятий терапевтическое отделение будет принимать пациентов, как и прежде. Стоит отметить, что в регионе в два раза сократились койки в провизорных и инфекционных стационарах. Все подробности далее. Врачи внимательные, заботливые. Медсестры берегут наши вены, потому что это капает нам в вены. И очень хочется, чтобы все такие больницы были, как областная больница. Не хватает слов благодарности медикам у тех, кто вылечился от коронавирусной инфекции. Сегодня выписались последние пациенты из COVID-19 из провизорного стационара в областной больнице. Открыт он был в июле и рассчитан на 400 мест. За два месяца здесь получили лечение более 1700 жителей региона. У нас праздник. Мы выписываем последнего пациента. И возвращаемся к функционированию прежнему, которое было до этой тяжелой обстановки. Конечно, наши отделения возвращаются. Это эндокринология, гематология, лор-отделения. То есть все отделения, которые были раньше развернуты в здании терапевтического корпуса нашего центра. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизировалась. Уменьшилось число заболевших коронавирусом. Всего в регионе заражено более 3900 человек. Из них более 3400 выздоровели. К сожалению, 19 человек умерли. В провизорных стационарах области проходят лечение 173 человека. В инфекционных 66. Из них 14 в тяжелом состоянии. Пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Количество вызовов скорой помощи у нас в сравнении с пиковым днем, который был 5 июля. В тот момент у нас доходило до практически 600 вызовов. На сегодняшний день у нас вызова составляет около 350 вызовов. Это всех вызовов скорой помощи. В структурном соотношении вызовов по коронавирусу доходит практически до 20 вызовов в сутки. В сутки у нас госпитализируем от 10 до 15 человек выявляемость. Также в два раза сократилось количество коек в провизорных стационарах с 1700 до 530. В целом в области созданы 98 мобильных бригад для борьбы с опасным вирусом. Екатерина Белоусова, Манжел Нуртазин, Самат Исингалиев, Служба новостей.